всем привет я рад вас приветствовать на своем пилотном выпуске новостей я буду стараться его делать еженедельно собирать все актуальные новости из сферы аэро видео фотосъемки звука света и объективов то есть все что так или иначе связано с моей темой мать им это разъемка и все что рядом относится к видео съемки поэтому хочу собирать всю интересную актуальную информацию которая вышла за последнюю неделю комплектовать то все в одно видео и выпускать их еженедельно на своем канале так как этот пилотный выпуск мне будет очень важно получать от вас обратную связь любые комментарии замечания может какие-то советы по улучшению контента чтобы я мог смотреть анализировать и понимать что вам было бы интересней что делал не так и что возможно было бы лучше добавить чтоб нас навелось еще лучше интереснее поэтому я открыт для всех ваших комментариев пишите их под этим видео будет очень приятно и полезно мне почитать но я готов начинать и первая новость звучит так национальная служба здравоохранения великобритании вместе с эпен присоединилась сотрудничеству с zipline zipline такая огромная логистическая компания которая занимается автоматизацией доставок грузов компания хорошо зарекомендовала себя уже в северной америке в азии африке то есть она с помощью своих логистических быстрых доставок автоматизированных может доставлять различные препараты и сейчас хотят великобритании построить огромный центр возможно и он уже есть хотят его адаптировать под эту систему где будут новые технологии новые специалисты которые будут знать как этим всем работать и управлять и с помощью дронов автоматически доставлять необходимые товары и препараты в больнице сперва это будет обслуживаться четыре больницы вокруг одного центра дальнейшем хотят разбить до 30 таких медицинских учреждений куда с помощью дронов можно будет быстро и без каких-либо там временных затрат доставлять необходимые препараты ну и такой небольшой факт что компания zipline уже за время своего существования пролетела примерно 96 миллионов коммерческих километров то есть когда дроны перевозят какие-то препараты и доставил уже более 130 миллионов вакцин то есть я рад тому что сфера аэросъемки и различных таких направлений с помощью дронов расширяется и люди находят новые применения которые возможно реально могут спасти чью-то жизнь это кайфово компания аэромау представила новый дрон видите ну это дрон как заявляет компании уникальный своем роде так как он имеет возможность вертикального взлета и посадку на воду такой дрон я еще пока что не встречал который может спокойно взлетать вверх садится на воду без каких-либо сложностей в дальнейшем с электроникой компания также заявляет что дрон будет летать до 30 километров то есть дальность передачи сигналов и иметь возможность нахождения в воздухе до 90 минут я считаю что такие дроны возможно будут эффективны и набирать свою популярность в использовании именно в морской среде то есть такая инспекция каких-нибудь сооружений кораблей когда ты не будешь переживать за то что там тебя дрон может как-то приземлиться не туда зацепить что-то ты можешь спокойно в любой момент приземлиться на воду относил там его камеры облетел посмотрел все что тебе необходимо в целом наверно прикольная вещь опять же не скажу что он очень нужен в коммерческой среде на суше так как вертикальный взлет не скажу что прям по это но что да и все дроны держали взлетать именно вертикально но именно посадку на воду дает свой некий плюс и как завет компании уникальность только что анонсировали новый сверх широкоугольный объектив ттр сам 10 миллиметров диафрагмы 2.0 ребята молодцы развиваются успехов и дальнейшем и следом еще один объектив симы представила свой новый объектив 14 миллиметров диафрагмы 1 и 4 сигма в целом очень хорошая компания конкретно я лично и их объективами не пользуюсь на знаю что есть огромный фан-клуб людей которые пользуются их объективами за то что они намного дешевле чем объектива от sony имеют в целом неплохие характеристики 14 миллиметров и довольно широкий угол плюс еще и 14 очень многие кто используют астрофотографию кто делает снимки ночного неба будут наверное рады такой возможности именно обновление этого объектива так как при хорошей светочувствительности да как ты делаешь ночные снимки и тебе там полярное сияние сейчас очень популярно именно в текущее время года либо звезды здесь важно каждая вот каждый дюйм светосилы и чем лучше твоя оптика и чем светосильнее она по факту является тем тебе же лучше ты можешь делать либо выдержку короче и получать более четкие снимки либо сделать iso меньше чтобы опять же получать более четкое изображение поэтому то что киноиндустрия развивается производители выпускают новые объективы и толкают людей к более новым и лучшим качественным кадром которые не снимают это опять же здорово классно я рад поздравим их идем дальше nextorage анонсировать самую быструю карточку в мире для sonic это сейф экспресс тайпа скоростью записи до 950 мегабайт в секунду это прям отличные показатели потому что возможно даже какие-то ssd работают не так быстро потому что 950 мегабайт в секунду скорость записи это отличный показатель что она тебе да да во первых это ты можешь записывать любое видео кто у тебя пишет камера если она пишет это на флешку и если девочка это серийную съемку тебя намного будет быстрее обрабатываться изображение и сохраняться на флешку для именно серийной скоростной съемки компания кай так представила новый рюкзак под названием stingray backpack x и он скорее всего будет полезен для ассистентов которые ходят на съемки помогать оператором либо же в большей степени для звукорежиссеров из тех ребят которые ходят на локации на съемочной площадке используют удочку звукозаписывающие устройства потому что этот рюкзак в основном крепится спереди для того чтобы хранить всю аппаратуру все необходимое себе под рукой можно было легко и быстро иметь доступ к тому что у тебя там лежит удобно комфортно это сфера не так сильно наполнена как рюкзаки которые мы установим за своей спиной и здорово опять же что придумывать что-то новое докомплектует то что уже есть какие-то новыми функциями например там новыми ремешочками возможностью крепления дополнительных каких-то сумочек подсумков положить туда зум какие-то петлички и тейпы провода и все удобно мониторить у себя перед глазами это удобно поэтому безусловно класс что такие продукты появляются на рынке компания диджай представил свою камеру диджай ронин 4d формате 8к то есть у них и раньше была эта камера но она записывала только с максимальным возможным разрешением 6к сейчас они обновили добавили какие-то новые функции и камера имеет возможно записи в 8к и 60 кадров в секунду либо же 8к 75 кадров в секунду при формате 2 39 к одному также камера может записать 4к формате прорез в 120 кадров в секунду то есть это довольно хорошие показатели при том что для камера пишет в прорез в 4к и 120 кадров то есть это круто кайфово ребята молодцы также по заявлению представителей камера имеет 14,7 стопов динамического диапазона и стоимость комбо набора будет обходиться в почти 13 тысяч долларов довольно таки большая сумма за камеру nikon c6 mark 3 будет представлен в начале следующего года как заявляют новости днюю камера что скорее всего на следующей токийской выставки себе плюс будет представлена новая камера от никон за 6 mark 3 я никак не отношусь к камерам никон никогда ими не пользовался но знаю опять же есть огромная группа людей кто пользуется камерами nikon canon и они ничего другого своей жизни видеть не хотят как бы здесь на курсе цвет все камеры разные поэтому то к чему привык тот темы пользуются но из интересного в это камер возможно будет 6к формате прорез то есть хороший плюс для видеосъемки небесный триумф zeflin уолш одержал историческую победу первом в мире трехсторонним воздушном противостоянии не в толп насколько я все понял из контекста гонки еву толп такие радиоуправляемые автомобили которые летают в воздухе и это для понимания да то есть были пилоты и в пиве дронов были гонщики там формула-1 это решили все объединить чтобы это все происходило в цифровом пространстве то есть когда человек управляет с помощью пульта это все прохать происходил еще и в воздухе гонка проходила на километровой цифровой трассе и там также был предусмотрен пит-стоп как у обычных гонок для того чтобы там поста посадить машину заменить батареи и полететь дальше berge aero запускает свой новый компрессор это такая программа которая позволит любым людям которые хотят сделать свое шоу дронов более доступны такая программа где ты можешь выбирать из различных шаблонов пресетов накидывать на тайм-линию что ты хочешь чтобы дроны делали и они автоматически будут выстраивать это композиции воздухе то есть тебе не надо каждый там брон либо сеть дронов выстраивать ручками настраивать так как и они должны работать тоже закидываешь готовые пресеты настроек и дроны автоматически выполняют те фигуры которые ты им указал на тайм-линии очень здорово классно и компания также говорит что можно выглядеть очень легко и быстро адаптировать свои надписи логотипы под те задачи чтобы дроны выполняли их воздухе джай fly card 30 скоро появится на рынке сша кто не знает в прошлом году компания джай представила свой грузоподъемный дрон который был доступен только в китае стоил он около 17 тысяч долларов сейчас вроде как он выходит на рынок сша и вот несколько интересных особенностей про это дрон он способен поднимать до 40 килограмм с одной батареи и до 30 килограмм с двумя батареями и способен перемещаться на 16 километров при полной загрузке то и дрон может взять груз весом до 40 килограмм и переместить его на расстояние до 16 километров в целом это очень удобно очень полезно когда тебе необходимо ставить какой-нибудь груз опять же да возможно какие-нибудь медицинские там медикаменты которые находятся в труднодоступном месте например там человек попал в лавину попал в какой-нибудь ущелье не может выбраться и пока люди там будут до него добираться и не имеет возможности как-нибудь высадиться к нему можно к примеру отправить дрон с каким-нибудь грузом там еда медикаменты для того чтобы сбросить к нему и чтобы у человека было это время подстраховка на то время пока спасатель для него добираются опять же это просто один из каких-то возможных вариаций использования этого дрона но в целом прикольно что индустрия развивается и переносить таким большие грузы мне кажется прикольно популярный подкаст down of drones будет переименована в down of autonomy в следующем двадцать четвертом году популярный подкаст его наверное назвать сложно так как в россии я о нем ни от кого не слышал но за рубежом это большой популярный подкаст про сферу аэросъемки и развитие это направление в целом то есть ребята обсуждают различные инновационные технологии в сфере аэросъемки что происходит нового какие направления для развития есть что можно использовать что можно улучшить то есть это огромный такой подкаст собирается много разных людей из этой сферы из сферы аэросъемки и они все вместе обсуждают думают и разговаривают на тему того как это все можно развивать улучшать и расширять чтобы те технологии которые используют воздушное пространство были полезны для общества компания matrix space получил одобрение от офисе сильно использование своих радаров в беспилотных летательных аппаратов коммерческих целях эти радары имеет хорошо работать в неблагоприятных погодных условиях то есть когда идет дождь снег либо еще какие такие условия где обычные радары на дронах работает плохо эта компания с помощью искусственного интеллекта анализа в реальном времени того что находится вокруг объекта то есть в зоне зондирования и сканирования работает намного лучше за счет того что их процессоры радары умеют быстро и правильно анализировать все происходящее вокруг стартапа rr завершил сборку своего полноценного полноразмерного корабля который будет вмещать себя до 5 пассажиров плюс одного пилота и сможет перемещать с одной точки другую точку использование своего воздушного летательного аппарата в коммерческих целях по всему миру по заявлению самой компании их новый автомобиль уже привлек внимание как коммерческих клиентов так и военных и как будет развиваться события в дальнейшем мы конечно интересно понаблюдать потому что сфера так сказать так полноценных перевозок людей по воздуху кроме как вертолета пока что нету и когда сервис станет доступными будет работать по всему миру было бы интересно все проверить потестировать и самому пролететься компания дронов auto robotics объявил о том что они официально открывать свой сервисный центр в великобритании это дает возможность привлечь новых специалист высоко специализированных специалистов которые будут работать в компании то это это рабочие места это позволит обслуживать дроны на территории великобритании не отправляя их куда-то другие страны плюс это будет возможно в дальнейшем повышать количество клиентов которые будут покупать дроны которые будут осваивать воздушное пространство так как это становится более доступным да когда у тебя твоей стране есть производитель который может тебе продать дрон обслужить его случае там гарантии сделать все необходимые замены комплектующих и выдать тебе новый дрон в этом формате когда у тебя есть сервисный центр в твоей стране это значительно облегчает ситуацию с использованием беспилотников по недвижай сейчас в россии запрещено я думаю что если бы в россии были бы полетом разрешены и были бы официальные сервисные центры в городах которые позволяли бы тебе купить дрон по хорошим ценам без каких-либо там завышенных переплат когда ты можешь его у себя же там в стране его обслужить быстро отправить по ремонту по гарантии вернуть заменить то есть вот точно что у нас в россии не работало и были какие-то сложности с этим всем других странах это налаживается она работает и это удобно то что люди могут легко входить сферу не переживая о том что им придется там слышать каких-либо там поломок либо гарантийных случаев отправлять дрон какие-то другие страны в этом формате когда у тебя все находится у тебя на территории это все намного упрощает и последняя новость на сегодня компания личи обновилась вы прошивку приложения это будет доступно в основном для ipad и ios и если кто не знает компания личи дает возможность управления дронами джай так же как и джайс ладжай go но из плюсов ты можешь в этом приложении делать карту полетов то есть настраивать точки в которых дрон будет летать на тех дронах в которых это недоступно в приложении джайс флай и также если я не ошибаюсь личи заявляет что они могут делать трекинг к объекту то есть когда ты выбираешь объект и дрон идти за тобой на таких дронах как диджай мини 2 и мини с е то есть тех дронах где этой функции нету в приложении джайс флай если же это все работает в личи и вы хотите пользоваться каким-то функциями которые вам недоступны возможно и смысл рассмотреть это приложение но опять же на своем опыте я никогда этим приложением не пользовался но знаю что есть ребята в моем окружении кто летает наличие все окей на этом у меня все спасибо за просмотр расскажите было ли вам интересным такой формат подачи новостей либо вас либо же возможно что-то нужно поменять добавить дополнить так как по фриста мой первый выпуск подобного роде именно на ю тубе раньше написал какие-то блоги хиты свои видео путешествий и именно формат новостей никогда не было но мне всегда это было интересно так как в мире всегда выходит что-то нового о чем-то рассказывают и каждую неделю собирается такое огромное количество новостей не хотелось бы о них рассказывать с ними делиться и знать что интересно происходит в мире возможно для кого-то это будет полезно поэтому еще раз лучшей поддержкой моего канала и этого видео будет поставить вас лайк написать комментарий на ту тему которую вас интересует например вы можете сказать что мне не интересно вообще объективы и все что с ними связано поэтому можно про них не рассказывать или там про камеры или же наоборот написать что сань было круто но можно добавить вот это и такие комментарии будут учтены возможно и дальнейших выпусках я буду обращать внимание на ваши комментарии чтобы делать контент более интересным спасибо всем за просмотр и увидимся на следующей неделе